Друзья, всем привет! Это новый влог. Я такой, видите, заспавшийся, потому что проснулся сегодня пораньше, сделал усилие над собой. Мы хотим прокатиться. Выбрали город Ростов-Великий. Кто не знает, там снимали, Иван Васильевич меняет профессию. Ну и я, собственно, стою здесь у подъезда и жду, пока вернется Катя из магазина, а мама вот шастает вот по своей клумбе. Ну, пока выглядит не очень, так сказать, презентабельно. А вот ближе к весне, да, будет красиво все. Я смотрю, тебе тут на клумбу все равно бычки кидают. Я не знаю, откуда они летят. Не знаю, из балконов, наверное, курят. И все сюда. Да, и все сюда. Дом высокой культуры и быта. Ладно, я пойду машину заводить, потому что на улице достаточно прохладно, что-то в районе 7-8 градусов. Но нас это все равно не останавливает. Я уже неоднократно говорил, мы не любим сидеть просто так дома. И всегда находим какой-то способ выбраться. Тачка у меня грязная. Надо ее, пожалуй, помыть. Она уже такая, в слой пыли. Вот. Топлива у меня дофига, на 610 километров. Поэтому поедем спокойно. Ох, реально становится прохладно. Можно уже потихоньку подогрев рубать. Ну вот, пишет 8 градусов. Но ощущается, будто холоднее. Господи, смотрю на себя реально как китайцы. В 9.30 встал. Ну, учитывая, что суббота и всю неделю работал, не высыпался. Мне как бы тяжеловато, честно признаюсь. Хотя кто-то поржет. Я встаю в 6 утра, а ты тут сидишь и ночью. Ну и по утренней традиции мы сейчас заедем в Макдональдс. Наберемся кофейку, поесть. Готовить нам не хотелось. И уже потом развернемся на Ярославку и поедем по прямой до Ростова. А я сказал Макдональдс? Да, вкусная дочка. Не могу никак привыкнуть. Так. Ну что, я почти готов. Приложение в конец и единство на 3-2 на карте. Не, я не пользуюсь приложением. Оплата карты будет? Да, оплата карты. 1228 прощается? Не кисло мы набрали. Ну что, ребятки, приятного аппетита. Спасибо. А у меня по лайту кофе и чизбургер двойной. Катя, взяли картошечки, салат у тебя там. Да. А у тебя шримпроу. У меня шримпроу, порожек и поля. А мы тебе его вернули, да? Все, отлично. Сейчас еще пока ехали, мне позвонили спамеры. То, что я уникальный человек, который выиграл 5000 рублей купон на какое-то медицинское обслуживание. Ну, я такой согласился. Нажал циферку 1. Мол, хочу с оператором поговорить. Дальше говорю. Удалите мой номер, пожалуйста, из базы. Больше никогда мне не звоните. И просто бросили трубку. Ну, как так можно с победителем разговаривать, а? Все, приехали. Пробка на 35 минут. Как я изначально написал. На первый взгляд схема стандартная. Представиться родственникам, которому нужны деньги. Взять их и пропасть. Такое красивое сейчас небо над головой. И в целом повезло то, что распогодилось. Очень яркое солнышко. Вот, смотрите сами. Надо будет купить себе потом МДшник. Потому что когда яркое солнце, ну, немножко засвета начинается. В общем, до места нам осталось буквально 15 минут. Но Луко или девчонки хотят взять водички. Ну, а я вышел просто размяться. И кайфую от погоды. Еще и потеплело. 12-13 градусов. Это прям огонь. Ну, вроде как уже на следующих выходных погода сильно испортится. Будут дожди. И температура опустится до 5-6 градусов. Ну, и по машине уже в следующий вторник буду менять резину. Потому что ночная температура опускается до 0 градусов. Ну, то есть 0-1. А это уже так опасненько. Поэтому лучше заменю. Ну, если даже потеплеет, ничего страшного. Если несколько дней поезжу на шипах. Как обычно. Как обычно. Земляничку, да, взяли? Да. А ты малину хотел? Не-не-не, я как раз ее и хотел. Молодцы. Я еще там немножко небо поснимал. Так красивенько на камере все выглядит. Слушайте, ну, нам даже не 15 минут, а 12. Друзья, мы на месте. Что мы знаем о Ростове? То, что он старше Москвы. Почти на три сотни лет. Здесь ростовский Кремль. В котором, опять же, как я и говорил, снимали. Иван Васильевич меняет профессию. Ну, и Большущее озеро Неро. Уж не знаю, какой оно там глубины. Посмотрите сами в интернете. Но мы к нему подойдем. Может быть, даже прокатимся. Не знаю, лодки работают еще или нет. Особо не буду сыпать вас всякими фактами. Я визуал. Люблю все смотреть. Визуал. И показывать. Да. Да. Я поэтому и особо не смотрел Орел и Решка. Ну, я обожаю Орел и Решка. Ну, кому как. А я вот люблю просто, не знаю, включить. Знаешь, есть такие тревел-чуваки, которые ничего не рассказывают. Просто показывают красивые картинки. Вот. И мне нравится самому потом. Посмотреть на карте, где это находится. Как туда ехать. Вот всякое такое. Опять же, по тому же Кавказу я, например, ничего не читал. Просто видел дорогу и ехал. Исследовал. Ну, каждому свое. Сколько нам здесь? Ну, буквально 3 минутки. Он уже белокаменный. Там видно его. Красивенько. Стабилизация, конечно, на GoPro офигительная. У меня последняя версия, которая была 2 дня ровно. Это 9-ая. А до этого 4-ая. И в целом, по GoPro хочу сказать, что вот один раз она у меня заглючила. Что-то долго выключалось. Я батарейку вытащил, ставил. Теперь все отлично. А так нареканий нет. Посмотрите, как красиво. Да. Сейчас поближе подойдем. Все будем разглядывать. Да, очень красивое сооружение. Очень красиво. В прошлый раз я сюда ездил, как-то не восторгался особо. На тему цветочки уже все посмотрели. Ну, конечно. Чума. У меня такие есть, но почему-то мне уже отсвели. Ну, ничего, еще отсвели. Первый раз я, когда здесь был, дождик немножко испортил, да, все впечатления. А сейчас, конечно, погода просто супер. Кстати, кстати, видите вот тот колокол? Вот тот здоровый. Он весит 30 тонн. Это вот здесь и было. Забавно, да? Ну, а мы сейчас вон туда прямо пройдем и поднимемся на вот эти стены. Только с обратной стороны. Ну, сейчас все увидите. Рудик тоже на месте. Тут и утки. Интересно, они будут меня пугаться? Ну, не уходите. Дайте я вас поснимаю. Ух ты, ух ты! Ух ты, смотри, какой пугай. Вот это здание больше всего нравится. Очень красивое. Надо потом поближе подойти, посмотреть, какого года оно. А мы сейчас вон туда. Хоп-хоп и наверх. Мне тоже интересно посмотреть, что там. Ну, у меня приближалка есть, поэтому я могу тебе показать, чтобы смотреть, что там. Видно? Ну, да, чуть-чуть. Да, сфоткаемся вот этого дерева. Красивенькое такое. Немножко прислонился я до неудачно. И вот тут я тоже свинтус. Да еще. Какой? Нет. Вот тут на территории еще расставлены некоторые кадры из фильма. Вот он, режиссер, тут следит за всем происходящим. И, к сожалению, есть такая печалька, то, что по стенам нам не получится сегодня побродить, потому что все закрыто уже на зимний период. А обратно вот в тот музей мы тоже не пойдем. Нафиг ради этого билета покупать. Я-то там был уже, хотел про скотюхи показать, но я думаю, ради расписных стен переживешь вообще. И будешь из-за этого париться. Ну, красиво, смотри, с этой стороны даже поинтереснее, я бы сказал. Солнышко падает. А стены там, ребят, вот так вот можно прям по кругу ходить. Очень прикольно. Но все, ничего не получится. Все, вот здесь, по-моему, или вот там. Вот там, по-моему, мы забирались. Видите, там все закрыто. Можно прям гулять по кругу. Там озеро очень красиво выглядит со стен. Ну, ничего, к пешочкам дойдем. Расстроились? Я нет. Ну, немножко. Ну, немножко, конечно. Есть такой осадочек горький. А вот и стена, по которой Куравлев бегал. Кто-то присмотрел этот фильм? Правда, есть? А мне можно будет кадры оттуда ставить? Да, думаю, да. Вот с этой стены они прыгали только в ту сторону. Съемки велись со стороны озера Нерово. Ну, здесь симпатично так погулять. После душной каменной Москвы, этого бетона. Все, он так немножко расслабляет. Ну, интересно, тут и детям побегать. Конечно, если бы были открыты стены, было бы, конечно, покруче. Но, опять же, с этим ничего не сделаешь. Тут какие-то растения. Вот сейчас мамка здесь залипнет, вероятно. Щавель. Или щавель кислый. Укроп душистый. Фенхель. Укроп аптечный. Сильдерей. Вот так вот он выглядит. Артишоп там. Лук репчатый. Но лука здесь нет. Спаржа. Это вот так вот оно выглядит. Лаванда. Пахнет. Чувствую. Значит, у меня нет корона, как минимум. И тимьян. Вот так вот. Ну, и чабрец по-другому. Вот так вот он выглядит. Многие просто пьют пиёк. А как выглядеть, не знаю. Мелисса. У бабули росла. И всеми любимая ягодка. Заменичка. Взял, меня пихнул. Не пихнул, а на куртку надавил. Ну иди поцелуй. Всё? Да. А там что-то ещё есть внутри? Защитана. Так это просто капуста. Огородный. Красный качал. А что-то здесь появляется. Конечно. Ещё не с вами его. Да. Слушай, ну она какая-то гигантская. Её же срывать нужно. Вот это вообще просто. Вот моя рука. В прошлый раз, когда я сюда приезжал, что-то не менее будто интересно было. А сейчас прям удовольствие получил. Там ещё нравится то, что кадры поставили из фильма. Ну вот, минус то, что по стенам не получилось побегать. А сейчас мы пойдём к озеру Неро. Или Неро. Не знаю, как ударение ставится. Посмотрим на водичку. Ну так, я хочу сказать, что ушки у меня подзамёрзли. Я, наверное, сейчас надену капюшончик. Уже солнышко ушло. А, это ещё прохладно от воды. Да, и плюс прохладно от воды. Всё правильно говоришь. Вот там нам метров 200-300 пройти. Клёвое место. Правда, ребят. Я понимаю, что это нереально, но всё равно так классно было бы окунуться, если была бы машина времени, посмотреть, да, со стороны, как они тут лазили, что делали, как они обращались с женщинами. Постоянно делаешь акцент на том, что раньше у женщин было меньше прав. Да, гораздо. Ну и плохо, это плохо. Сейчас у вас всё есть. Так и должно быть. Улица Петровичича. Ну уже явно не жилой дом. Нам туда. Мать, тебе нравится? Очень. Кать? Да. Очень переживали, что дождик пойдёт. Потому что в Москве так затянуло всё. Буквально пару часиков проехали от Москвы, и всё. Здесь уже всё лучше гораздо. Безумно красивое, конечно, озеро. Вот так вот всё выглядит. Чё? Апас, сфоткай меня на фоне, только машинку не забеднимай. А давай вниз спустимся, там лучше будет. А здесь, на пригорке, мне кажется, просто это. Будет масштабней, да? Штабней, да. Я когда здесь первый раз был, вот сюда спускались, и тут прям мужики с лодками, типа давай прокатимся, прокатимся, а сейчас никого. И сейчас мы тоже пофоткаемся. Как будто прям на краю земли. И до горизонта. Но оно огромное, очень большое. В принципе, видно. Так красиво, так нравится мне. И небо прям, пушка страшная. Майя, иди к нам, не бойся. Я не боюсь. Да, я сфоткаю Катю, а потом тебя. Сейчас люди у меня спускаться, может, ещё какие-то тоже захотят. Ну, пока нет никого. Я боюсь меня. Да ладно тебе. С местибулярным аппаратом что-то. Не бойся. Страшно? Да, да, да. Давай я тоже покажу. Давай. Мы тут с Катей стояли на пристани этой, фоткались. Да. Вот такая миленькая получилась фотография. Очень милая. Да, фото у меня, конечно, пушка. Сейчас ещё немножко вдоль озера прогуляемся. И уже, может быть, там чуть-чуть по городу вверх поднимемся. Походим, побродим. Ну, и уже назад. До дома ехать где-то два с половиной часа. В целом, очень кайфовое ощущение. Меня так расслабляет, когда я куда-то выбираюсь на природу. Потому что очень много работы. Плюс вот эти все новости. Ну, как-то давят всё равно психологически. Не буду скрывать. Ну, сохраняем всё равно. Какой-то позитивный настрой. Чё теперь? Да? Умничка. Подслушиваешь, чё говорю? Да, подслушиваю. Вот такая ряд красивая сейчас. Видите, да? Не уверен, что на камеру передаётся. Вот даже интересно. Оно замерзает зимой? Если да, то тут вообще просто пушка. Да? Не знаю. Смотря какой... Что же говорят, здесь зимняя рыбалка, ну, типа, лучше, чем в лень. Смотря какая глубина озера. Если очень глубокое, наверное, может быть, не промерзает всё. Ну, этого я не знаю. Вот ты сказал, что город Брянск, ну, мой город, он больше, чем в Ростоке, великий. Да? Да. Ну, почему-то здесь такое озеро огромное, такая красивая природа в Брянске. Вот здесь в Брянск объездила в Польшу, красивая природа. Нет, там тоже красиво. Но вот такого там нет. Несмотря на то, что он больше. Ну, видишь, размер не всегда имеет значение, так сказать. Как сказать. Ты рядом с церкви идёшь. А чё я сказал такого? Вот тут можно ещё выйти. А, ну, тут лодочка. Лодка, лодка, лодка. Иди садись, я тебя сфоткаю. А, нет, нет, она не перепрыгнет туда. Посмотрите, как далеко там. А, ну, может, не дотянется. Может, и растянется. А что это такое? Что, здесь ощипывали кого-то? Интересный жилой дом. Ну, то есть он заселён, потому что он в тарелке триколор. А если слева посмотреть, то всё разрушено. Вот так вот. Ну, выглядит очень аутентично. Люблю такое. Ну, жить я бы тут не стал, конечно. Наверняка там проблемы. А рядом, вот, смотрите. Вот такой приличный домик. О, с дрона снимает. Да, тут красиво. А я свой дрон уже не запускал больше года. Всё время его беру в поездки. Но в горах там то ветер, то ещё что-то. Погодные условия не особо. Да, тоже Мавик. Скорее всего, замерзает. Видишь, а предупреждение. А, ну да. Да, вот. Что в налёт. Выход, выезд на лёд запрещен. Вот и трон запрещен. Не знаю, потому что я ленивая жопа. Я как раз об этом сейчас и рассказывал. Да. Я понял, что нужен дрон маленький. Там есть Мавик Мини или как-то он ИР называется. Я уже запутался. Там как-то много повыпускали. Вот. Ну, давайте я вам ещё немножко озеро покажу. С этого ракурса. Хотя тут мало чего меняется. Так, я больше болтаю. Рыбу ловит. Что-то ловится, да, здесь? Мелочь. Понятно. Прошли чуть дальше. Здесь пристань. Небольшой домик на дереве. Сейчас берёмся и посмотрим. Ну, вот они тут с моторами прицеплены. Там, вижу, рыбак из своей лодочки. А, ну, назад. О, и даже кафешечка есть с кальянчиком 18+. Оп. Там надо гималу похода. Не знаю, слышите или нет, тут повсюду звон. Мы прямо вовремя попали на звон. Может быть, будет видно. Средний и правый колокол. Там мужики стоят и долбят. Ну, а самый большой левый колокол, который 30 тонн весит, он не используется сейчас. Это максимальное приближение. К сожалению, ближе не могу. Ну, а с внешней стороны всего этого Кремля тут движуха. Ну, по местным меркам магазинчики. Мне вам прикалывает там заведение, которое называется Котлетное. Забавно. Ну, и, конечно, здесь лавки разные, МТС. Там еще какие-то безняки. Очень красиво. Мне так нравятся эти маленькие города с их площадьми. Эти старые дома. Уютненько, да? Очень, очень нравится. Ну, сейчас мы немножко вперед, да, пройдемся. Ну, давайте пройдемся, да. Катюшка вон там. Такая маленькая Тутичка. Повезло с погодой еще вообще класс. Завтра еще будет солнечно, а потом все. А если бы пораньше выехали, мы бы все-таки... Я и так старался, как мог. Ты даже не представляешь. Я представляю. Ле, нет! Мне просто все выпадет. Он здесь... Давайте быстренько пройдем, пока там машины не поехали. Ну что, в Котлетную или в Алешу Попович? А какой такой Алеша Попович? Да, вон там заведение на фоне. Так называется. Пряничное заведение. Вот тут платки, сувениры, лоскуток, кофе. Ну и Билайн связной. Ну и тут тоже сотовый оператор. А вон и антиквариат немного. Ма? Ой, вообще, я это очень люблю. Ты как и молка, да? Вон, Монпансье, смотри. Коробочка какая-то. Монпансье. Часики древние. Да это все стоит пипец сколько, ребят. У нас нет такой культуры. У нас если что-то старое, все это стоит хрен знает сколько. Потому что, например, в Америке на ebay можно найти прикольные вещи. Они не стоят как самолет. По поводу еды мы решили, что заедем в гриль-кафе, который находится по дороге в Москву. Что-то нам там по заведениям, в общем, не сошлись мнениями. А в гриль-кафе все любят кушать. Там и борщик, и котлеты, и все это прям офигенно. У меня мама очень любит рыбу. И я остановился тут возле ларька. Ну что, мама, выбрала что-нибудь? Где еще возьмем горячую подшину? Судак, сон. Можно заснимать, посмотрю, что тут у вас есть? Это вяленая. Судак, сон и терпун. А еще на лес вкусная рыба, это красная рыба. Мама сегодня просто праздник. Взяла три штучки вяленой рыбы. Это две чихонь и один судак. И горячего копчения тоже судака, да, взяла? Да. Только в багажник. В багажник. Обязательно. Счастье, радость. Сегодня будет на эти рыбки пиво. Похоже, да. Вообще не пахнет. Ну, не знаю, как дальше будет. Проветрится, не проветрится, но через пакеты не пахнет. Ну, не должно, да. Да. Ну и все. Сейчас поедем уже кушать. Кто смотрит мой канал давно уже знает это заведение. Я его просто обожаю. На М4, когда едешь в сторону Кавказа или Сочи, там на 250-м километре от Москвы, постоянно туда заезжаю. Сейчас посмотрим, какой есть выбор. Здрасте. А, что будешь? Все есть у вас? Борщ есть? Да. Отлично. А котлеты есть? Борщ, котлетку взял, макарошки. У девчонок, что это, курица? Кури на пиле. Вот и греночки. Все приятного. Даже не дождались, сразу есть накинули. Ребят, ну это было кайфово. Никогда в жизни не брал гренки. У тебя остались мы какие-то, нет? Неа. А, да, очень вкусно. Вот если бы я раньше знал, всегда бы с борщом брал. Это просто пушка страшная. Весь обед на троих 1367 рублей. Мы считали 450 рублей на человека. И котлеты, и хлебные, кстати. Да, из мяса прям. Два вида мяса, говядина, свинина. Редактор субтитров А.Семкин